МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новейшие разработки ядерного центра и ситуация в Уссолье-Сибирском. 26 ноября в Сарове с визитом побывал президент России. Индексация пенсии. Кому повысят выплаты в следующем году? Европейская зима или сибирские морозы? Какая погода ждет саровчан в ближайшие дни? Далее расскажем обо всем подробно. 26 ноября в Сарове побывал президент России Владимир Путин. Глава государства посетил ядерный центр, где ему представили цифровые продукты госкорпорации Росатом. Они включают в себя конкурентоспособные IT-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов. В качестве примера выполненных работ с нами создана компьютерная модель системы воздушно-космической обороны. Эта модель сегодня, приказом министра обороны, принята на Станжелье. Опытный образец поставлен в Академии имени Можейского для апробации. И планируется также размещение в главном штабе ВКС и космических войск. Также Владимир Путин в режиме видеоконференции заслушал доклад главы Росатома Алексея Рихачева о ситуации в Уссулии-Сибирском. Экологическая катастрофа в этом городе, по словам руководителя госкорпорации, одна из самых опасных и объемных точек на территории бывшего СССР. Глава Росатома отметил, что работа продолжается с опережением графика. Сейчас работаем над актуализацией стратегии города и начали реализовывать все проекты, которые мы проводим в наших атомных городах. Все наши проекты, связанные с обучением, связанные с общественной жизнью, с традициями, с работой с ветераном, все их начинаем реализовывать на территории Рихачева-Сибирского. Понимаем, что это лишь начало и вся работа впереди. Но главная задача – подтянуть все показатели, которые есть сегодня у города, к средним показателям городов Росатома. Напомним, летом президент поручил Росатому выполнить соответствующую программу на территории бывшего комбината в Уссулии-Сибирском. Единым исполнителем работ по ликвидации экологического ущерба назначили предприятие госкорпорации «Федеральный экологический оператор». Ситуация со распространением коронавируса в России обострилась. Суточный прирост заболевших поставил новый антирекорд. За сутки заразились более 27,5 тысяч россиян. На первом месте по числу заболевших находится Москва. В столице выявили свыше 7 тысяч новых случаев за сутки. В Нижегородской области зарегистрировали 459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 перевалило за отметку 53 тысячи. В Сарове статистику зараженных коронавирусом пополнили еще 180 горожан. Школы и детские сады будут работать в ограниченном формате до конца следующего года. Такое постановление подготовил Роспотребнадзор. Все действующие сегодня санитарные правила сохранят актуальность. В детских учреждениях нельзя будет проводить массовые групповые мероприятия. За каждым классом закрепят свой кабинет, в котором будут проходить все уроки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума приняла в третьем чтении закон об особенностях дистанционной работы. Так, максимальный срок временного перевода на удаленку не должен превышать 6 месяцев. В законе также прописаны обязанности работодателя обеспечивать удаленных сотрудников необходимой техникой, оплачивать командировки и отпуска. Кроме того, перевод на дистанционную работу не может быть основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Закон должен вступить в силу 1 января следующего года. Управляющая компания кластера Арзамас Дивеева-Саров приглашает горожан принять участие в опросе, посвященном благоустройству озелененной территории от набережной реки Сатис до улицы Советской и бульвара от улицы Московской до улицы Маяковского. Мнение горожан принимают до 8 декабря и обещают учесть при создании проекта благоустройства, которым займется конструкторское бюро «Стрелка» – одна из ведущих компаний в области развития городских территорий. Стравчан от 10 до 17 лет приглашают принять участие в программе «Творческая практика» проекта Школы Росатома. Участники могут попробовать себя в спектакле известного постановщика и артиста Дмитрия Бигбаева «Последние свидетели». Заявку нужно подать на официальном сайте проекта art-rosatomschool.ru до 30 ноября. Результаты первого этапа объявят 2 декабря, а итоги отбора – 4. Реализация проекта намечена на 2021 год при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. На 6,3% проиндексируют все страховые пенсии с 1 января 2021 года. Повышение почти в полтора раза превысит инфляцию. Она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8%. В среднем пенсии увеличится на 1000 рублей. Так, неработающие пенсионеры в среднем будут получать 17444 рубля. Работающие же пенсионеры получат только мизерную прибавку до 3 пенсионных баллов, стоимость которых в 2021 году составит примерно 98 рублей. Наряду с пенсиями с 1 февраля повысят ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Размер индексации составит 3,8%. С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается также ежегодно на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Пока это 2,6%, но показатель еще может быть скорректирован. Работающих пенсионеров тоже ждет прибавка, но только в августе. Им будут частично зачтены новые трудовые права, страховые взносы, уплачиваемые их работодателями в течение 2020 года. Но прибавка может составить примерно 296 рублей. Полная индексация пенсии проводится лишь в том случае, если пенсионер официально уволился. Зима 2019-2020 годов стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Ученые склоняются к выводу, что аномальная погода – следствие глобального потепления, в котором виноваты люди. Несколько лет назад последний осенний месяц в нашем регионе фактически был первым зимним. В этом году в конце ноября землей два припорошены снегом. О том, какая погода ждет жителей Сырового в начале декабря, расскажем далее. Календарная зима в России – это ровно три месяца – декабрь, январь, февраль. Однако в реальности морозы приходят гораздо раньше, а снег тает в конце марта. Климатическая зима длится в среднем чуть более 130 суток. Но в последние годы наметилась тенденция к потеплению зим. Вместо огромных сугробов люди ходят по лужам. Традиционная русская обувь – валенки – скоро станет просто сувениром. А какую зиму любят саровчане? Ну, слякой тоже, конечно, не нравится. Но сейчас очень приятно, и такой небольшой морозец, снежок приятный тоже не в лицо сыпет. Пусть снежок будет, чтобы потеплее было. Ну, когда снег, когда тепло, вот как сейчас. Вот так вот всегда. Не то, и то, чтобы было. И тепло иногда, и иногда морозы. В этом году погода снова отстает от климатического графика. Температура воздуха превышает средние значения на 1-3 градуса. Такие погодные условия приносят наши районы атмосферные фронты, которые сформированы в теплом, влажном атлантическом воздухе. И, конечно, южные, юго-западные ветры приносят к нам не только плотную облачность, но и осадки. Преимущественно в виде снега днем, даже мокрого снега, гололедные явления. В ближайшие дни температура воздуха будет достаточно однородной. Резких перепадов не предвидится. Днем 0, минус 2. Иногда столбик термометра будет подниматься до отметки в плюс 1 градус. Ночью чуть холоднее. Минус 2, минус 4. Конечно, такой легкий морозец не может по-настоящему прочно сковать льдом водоемы. В первую очередь у нас замерзают пруды, потом реки. Но лед неоднороден. И, несмотря на одинаковую его толщину, он может нести разную прочность на одном квадратном метре. Поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, лучше воздержаться от выхода на лед. Точно сказать, какой будет погода на всю зиму, сложно. Специалисты могут лишь предполагать, будет ли зима похожа на предыдущую, либо же будет сильно отличаться. Если говорить о прогнозе на предстоящий сезон, то пока не все уверены, что эта зима пройдет в привычных для себя значениях. Будут и сугробы, и отцепели, и даже морозы. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января. Православные христиане соблюдают воздержание 40 дней, и потому в церковном уставе этот период называют «четыре десятницей». В это время готовятся к празднованию Рождества Христова. В конце ноября православный мир начинает готовиться к Рождеству Христову. Перед праздником верующие постятся в течение 40 дней. Рождественский пост – один из самых длинных в году. Начинается он 28 ноября и заканчивается в канун Рождества – 6 января. Для постящихся это время молитвы и воздержания. Когда мы соблюдаем пост, мы прежде всего обращаем внимание не только на предписание воздержания в пище, но в посту мы обращаем внимание прежде всего на наше поведение, чтобы наши дела, наши поступки соответствовали тем заповедям, которые нам даны в Евангелии. Рождественский пост считают не таким строгим, как Успенский или Великий, так как в некоторые дни разрешают есть рыбу и морепродукты. В этот период из своего рациона убирают мясо, яйца, молочные продукты и сливочное масло. Согласно Уснау, посты бывают действительно разные степени воздержания. Даже в рождественском посту есть определенные дни, когда мы вкушаем только пищу с растительным маслом. Есть дни, когда нам разрешается вкушать рыбу. Есть день, когда мы не вкушаем ничего. Не все постящиеся могут ограничить свой рацион без вреда для здоровья. Священнослужители относятся к этому с пониманием. Самое важное воздержание во время поста – духовное. Напоминает протеерей Александр. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. 12 декабря стартуют первые матчи чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд. За звание победителя регулярного первенства будут бороться шесть команд – из Кстова, Вачи, Павлова, Таншаева, Урени и Сарова. В этом году хоккеисты будут играть три круга. До начала сезона осталось две недели, и команды усиленно тренируются. «Я буду свистеть каждую минуту», – предупредил Сергей Макеевичев перед началом интервью. Хоккеисты усиленно готовятся к началу сезона, а потому из времени на льду нужно выжать максимум. В этом году хоккейный клуб Саров снова будет выступать в высшей лиге. В чемпионате области примут участие только шесть любительских команд. В прошлом сезоне было восемь. Интервью заняло всего три с половиной минуты, но все это время тренер не спускал глаз хоккеистов и постоянно смотрел на секундомер. Настрой на чемпионат у спортсменов как никогда боевой. Самый высокий всегда бороться за медаль, всегда бороться за чемпионство. Немножко структура будет другая, поэтому плей-офф будет маленький, только выходит четыре команды. В честь Сарова на чемпионате Нижегородской области по хоккею будут представлять 30 спортсменов разного возраста. В этом году состав команды пополнили несколько новичков. Раньше молодые люди играли в юношеской хоккейной лиге. Дмитрию Фролову 18 лет, он учится в Саровском техникуме. Хоккеем занимается с 7 лет. Это динамичная, быстрая игра. Здесь надо думать головой, быстрее работать ногами. Спортсмены тренируются с сентября. А так как днем они учатся и работают, то на лед выходит, когда многие уже готовятся ко сну. Оттачивают точность бросков, прорабатывают технику приема и передачи шайбы. Все упражнения очень энергозатратные, но и соперники в состязаниях сильные. Первую встречу в рамках чемпионата саровчане проведут на выезде в Павлово 12 декабря. На своем льду они смогут принять соперников при более благоприятной эпидемиологической обстановке. Елена Грискова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая и сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать в Ледовом дворце. Там пройдет выставка «Медовая феерия». Темный и светлый. Чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Ледовом дворце. С 27 по 29 ноября там пройдет выставка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На выставке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите! «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце с 27 по 29 ноября с 10 утра до 5 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!